Ну, естественно, со всеми вытекающими тяжкими. Мы все время гуляли, да, то есть «Жги-гуляй», был девизом, и, соответственно, мы соответствовали полностью. В принципе, к этому и стремились. Всю предыдущую жизнь, вот пока не стали теми, кем стали, то есть там Цой-Цоем, там Якинчевым. К этому стремились. Когда это произошло, это очень приятно. Шаг за шагом, посевом по воде, времена, что опущены нам, солнцем праздник, солью и дед, мы шерезали на камалах. По ошибке, конечно, нет, награждают сердцами птиц, тех, кто помнит дорогу наверх, и стрелится, бросится вниз. На свирипова дырина, плода за ступенью ступень, одна тропастью мост, порою у нас швыряло на дно, порою поднимало до старых звезд, красное, на черное. Итак, девочка Алиса уже выросла, но она никогда не повзрослеет. Если вам покажется, что сны вырвались из вас и омыли все вокруг, и не было бы ничего, о чем бы вы не знали, или о чем бы вы не думали с детства, значит, Алиса смотрит на вас. Закончилось время сомнений. Наступило время жить и жить, любить и любить. Пользуясь случаем, хочу пригласить всех 27 февраля в Дворец спорта Олимпийский на наш концерт под названием «15 лет как один день». Все 15 лет этого времени мы сожмем 3 часа и сыграем песни, начиная с альбома «Энергия», заканчивая не вышедшим еще альбомом «Санцеворот». Известно утверждение одного музыканта, что группа по-настоящему становится группой лишь после 10 лет существования. Интересно, что является собой группа, которая только что исполнилась 15 лет? Алиса перешагивает через этот юбилей легко. Оснований для масштабного праздника в СК Олимпийске было предостаточно. У этой группы есть все. И талант, и интеллект, и несколько поколений фанатов. Есть мученическое прошлое и уверенное настоящее. Помните математическое правило, что без определенных слагаемых данная сумма невозможна. Реальность такова, что и русский рок невозможен без Алисы. Юбилейный концерт «15 лет как один день» прошел при полном аншлаге. Длился 2,5 часа, но при желании легко мог бы уложиться в пару минут. Ведь девочка Алиса в стране чудес довольно лихо управлялась со временем. Ну, в принципе, я не считаю это хрупким образом. В принципе, Кэрол, написав Алису, создал определенный тип взаимоотношения с миром, с жизнью. Это такая некая шизофреничность мышления, восприятие мира нестандартным образом. Это не конкретное, а позиция ребенка в восприятии того, где он оказался. То есть, меня всегда уронила мать, когда я стал уже слишком большим для ее живота. Красное на черном Красное на черном Красное на черном Красное на черном А теперь вы! Мне сейчас 17 лет, а тебе сегодня день рождения. Мне 16. Мне 18 лет, Алиса, я слышу, уже 3 года. 19. 15. А если тебе не по сердцу мой путь, то выбери свой или выбери с кем. А мне хлопа на пару, вся эта муть, я не червони, чтобы нравиться всем. Молоком торгую. Я работаю в монастыре. Оператор кодек. Я с дамом себе танцу. Ох, и пыль, ох, и моё лицо. До конца, до конца танцевать к концу. Но я черт, а рюминка, ненка. С чего началась Алиса? Да, вопросы-то сложные. Я помню прекрасный концерт. Вот, в принципе, с него началась, может, где-то Алиса Амания даже в Санкт-Петербурге. Это 1 марта 1985 года. ЛДМ. Первый выход Константина Евгеньевича на сцену. И народ как-то в зале, который был, он принял как-то по-особому группу. Хотя, в общем-то, тогда еще непонятно почему. И на следующий концерт, уже тоже в Дворце молодежи на следующий день, уже появились фаны. Миша выпал из-за барабанов на этой концерте. Не верьте. Да. Братство-то оно всегда было. И оно не может прекратиться, потому что один раз как бы братьями стали. И так и все продолжается у нас. Мы не делим ничего. Прежде всего, это, я считаю, зависит, конечно, от Кости в первую очередь. Сейчас он, ну, совершенно другой человек, нежели был он лет пять назад. То есть, такой настоящий стал такой мужик, короче. Группа живой, стабильный организм. Бескологи, конечно, там раздор, это как в любой семье. А в целом, мы все равно остаемся вот едины. Мы вместе. На трестине спекается кровь. И это богом любовь. Смотреть в черном угол. Национальная культура наша с вами. Ну, неужели бы Константин Кинщев не хотел выступить, допустим, на фестивале монстра рока хедлайнером? Как Металлика в свое время? Вы знаете, мне вообще сейчас уже все по барабану, в плане популярности и славы. То есть, я ее уже наез, мне достаточно от того, что у меня есть. Выступить можно где угодно. Начинается. Я как понимаю, с дома начинается. Как долго процессы собирания происходят? Я вообще люблю все делать не в последнюю минуту за год. То есть, перед отъездом вечером я собираю сумочку, выставляю двери. Вот и все. Какие традиционные есть вечи, без которых уже нельзя ехать? Ну, у меня иконы есть, с которыми я езжу. Вот. Все время мне ее подарил мой товарищ, барнаульский Андрей. С тех пор, значит, это давно было. С тех пор я, значит, с ней все время по всем гастролям езжу. Момент сбора в туру у меня начинается со сбора. Ну, достаточное количество, чтобы стирать их как можно реже. У меня вообще отсутствует культ вещей, в принципе. В туре уже стоит такая проблема. Что бы не забыть? Чего бы не забыть? Ну, это зависит от количества выпитого в туре. Если ты трезво собираешься, так ты ничего не забываешь. Если выпившись, собираешься. И в последнюю минуту, то, как правило, что-нибудь забываешь. Но все равно, как при пожаре, люди хватаются там за самое ценное. Я за годи все собираю, поэтому у меня сумка будет... Ну, во-первых, я сейчас и разбираю ее так. У меня все в мешках из-под мусора. То есть много-много черных мешков, где лежат отдельные какие-то вещи. И все в мешок, мешки на мешке, в сумку. В прошлом городе... Даже самое хорошее, немножко утомляют переезды. А так нормально, не жалуемся. И отсутствие сна, и даже присутствие сна в какой-то неестественной позе, это противоестественно для человека. Пытаюсь при первой возможности выспаться. Вот вся борьба. Ну, пивка, водочки. И как бы... Часов на пять, на шесть хватает. А для тура это достаточно. Шесть часов сна в туре, это... Это, можно считать, просто завоевание. Это просто вверх, вверх удачи. С недосыпом? Да вот только что спали. Ничего мне не напрягает. Мне нравится ездить по городам и весело. И ничего мне здесь... Ну, в этом передвижении мне ничего не может напрягать. Хочу, выпиваю, не хочу, не выпиваю. Хочу, сплю, хочу... Не сплю. Ну, я имею в виду автобус. Как ты борешься с... Что с тобой произошло? Что ты будешь рассказывать, вот даже исходя из этих трех дней? Наташа, я никогда ничего не рассказываю. Ну, если даже подумать о том, что происходило... Мне нравится. Я, честно говоря, думал, что нас знают меньше, чем на самом деле. Я, например, впервые вот на такой сцене, когда я выхожу и... Вижу перед собой какое-то вообще невероятное количество для меня народов. Вот, и все как бы рады меня видеть там. И публика хорошая, и города, и погоду мы увозим. Вот тут, говорят, было два дня назад вообще страшное что-то. Снегопредставление. Ну, мы так особо не парились, чтобы подбирать. Взяли несколько песен. Таких, которые, в принципе, достаточно имеют разный хронологический период появления на свет. Разных песен просто взяли. И тщательного подбора не было. Я всегда отдавал приоритет, так сказать, ощущениям. То есть, внешняя форма, она может быть любой. Можно выглядеть как угодно. Главное, что ты делаешь и как ты это делаешь. Никогда нельзя отвлекаться на это. Никогда нельзя бросить то, что ты делаешь в этот момент. Нужно играть до конца. До конца. Я знаю, я даю интервью, она кричит, что она меня любит. Ты любишь не меня, а мои миллионы. Никогда нельзя, понимаешь, показывать фанату то, что ты стараешься ради него. Вот, на мой взгляд, потрафлять фанатам нельзя. Не надо. Не спускайся. Находись лучше там, в высоте недосягаемой как-нибудь. Ты будешь моим идеалом теперь. Что? Вопрос-то был? Надо по меньшей мере быть с ними на «вы». Это очень важно, потому что чем больше с ними ты на «вы», тем и они больше с тобой на «вы». Потому что, а если будешь идти на их поводу, то они просто сразу непонятно тебя порвут. Ребят, если можно, на дверь успись. Художник мне положенный по статусу. Я воспринимаю Алису как всю группу. То есть, да, действительно, многие как бы олицетворяют Алису исключительно скинчево. Но для меня Алиса — это все. И вот здесь, да… Ложеный! Приклинуло моём большjor 하� Hertz. Приклинуло под третьем-게임 dues. С inductив φοраз. Это все. Мы не СgeriesКО themа. Хотя вдвоем из squareds рубра. Это все. Диссерт! Да, kto там ресаев competitive. Как входит резкий рай pun. Работаем? Просто о себе расскажите вообще, вы откуда? Я из Москвы. А что побудило в Нижний Новгород приехать? Интерес, ну, к поездкам и вообще, к приключениям. А что тянет в путь? Не знаю, просто интерес потусоваться с ребятами, просто провести веселое время на концерте и так далее. Ты какой раз едешь за группой? Ой, 25-й, не надо только меня снимать. Мне не уютно в доме. А мы ездим на Алису, куда угодно. Расскажи, как ты провела последнюю ночь? Выпили, нажрались вообще-то. И спали. Хорошо, а есть сложности там с проживанием, с питанием, с деньгами? На поездки, конечно, есть. Ну, как вы эти бытовые проблемы просто решили? Если есть проблемы с голоданием и нет денег, то голодаем. Если нет проблем с проживанием, то живем на вокзале. Просто в Питере сейчас скучно. Приехали отдохнуть. Флаг-то из старых запасов будет еще. Бабушка дала. То, что мы играли вчера, абсолютно не значит, что мы будем играть сегодня. Сегодня мы будем что-нибудь другое играть. Вот так. Так что нет никакой концепции, никакой программы. Нет. Есть время и есть песни, которые хочется играть. А поскольку мы, готовясь к нашим юбилейным концертам, вспомнили и поставили на руки порядка 50-60 песен, мы сейчас можем играть каждый день новый концерт. Хорошо. А ты не боишься, например, что там Миша что-нибудь перепутает? Там список элементарных песен кто-нибудь пишет? Так вот, в том-то все и дело, что никто ничего не перепутает и не забудет, потому что это все на руках. А по списку, да. То есть список пишется на определенный день. Но это не значит, что мы так играем. То есть если мне вдруг захочется какой-то... Я ее просто во всеуслышание в микрофон как бы зрителям объявляю. На самом деле это сигнал для того, чтобы играть эту песню. В принципе, просто перепеваются все хиты, какие есть. То есть свежака там, в принципе, нету. А дело в том, что если мы назвали тур «15 лет черно-красных чудес», то, соответственно, и нужно доминанты делать, на мой взгляд, ретроспективу творческого пути. Черно-красного. Вот поэтому вспомнились старые добрые песни, типа «Иди ко мне», там, «Мое поколение», т.д. и т.п. И на их основе, в общем, делается концертная программа. После того, как это все начинает звучать, то есть после первых же нот уже нет этих мелочей, нет ничего, есть музыка, которую ты играешь. Больше никаких мыслей. О чем ты думаешь обычно, когда ты на сцене? О чем ты думаешь обычно, когда ты на сцене? Мы перед концертом пиво не пьем, поэтому писать особо неохота во время концерта. Нет, с Алисой такого не возникало, потому что мы не пьем, а вот когда я играл в группе «Дубы колдуны», то такое возникало достаточно часто, потому что мы там пили пиво в страшных количествах перед концертом. И обычно это происходило так, что человек, которому хотелось, он бросал свой инструмент и шел в туалет. Потом возвращался, брал его и начинал играть дальше. А я несколько не понимаю смысла этого слова «кураж». Это типа кривляться и противно выворачивать колени. Вот драйв, да, это более... Твоя прямая функция в этом туре какая? Организация порядка на концерте, начиная от пропуска зрителей в зал, регулировать так, чтобы зритель входил на площадку только тогда, когда все артисты ушли. Как ты можешь при такой работе оставаться добрым человеком? Обыкновенно. Мы все люди. Работа – это работа, а жизнь – это жизнь. Когда я на почте служил им щеком, Ко мне постучался косматый геолог, И, глядя на карту на белой стене, Он усмехнулся мне. Он рассказал, как плачет тайга без мужика, Она одинока. Нету на почте у них им щека, Значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога. Облака в небо спрятались, Звезды пьяные смотрят вниз, И в небре сказочной тайги Падают они. За неделю тура можно о людях узнать все? Ну, не все, но очень многое. Люди, как на лаку своей бумажке проявляются. Тур – это проверка человеческих качеств, Очень серьезная. Проверка не только на то, Не только на то, какой ты хороший музыкант, Но еще и на то, какой ты хороший человек. Я вот привык, я холерик по натуре, Я привык метаться, что-то бегать куда-то, А здесь нормально, так оно и получается. Солисты второй тур уже, да, Плотный такой тур в одном автобусе, Я практически про каждого могу рассказать, Дескать, я не свой, собственно, Нарисовать у каждого психологический портрет. По игре, вот по себе могу сказать, Что для меня самый удачный, Чисто для меня был третий концерт, Это вот предыдущий город, Как он назывался-то? Ну вот состояние зомбированное, Которое между концертами, Оно мне нравится именно в турах, Потому что есть начало, кульминация, финал, Не как у одной поездки куда-то в городочек, А именно представляешь себе И все эмоционально, там атмосфера в автобусе, Там все вот эти поселения в гостинице дружные, Ну, как-то по-другому все происходит. Более так жестко, с одной стороны, То есть особо не перед кем позвездить. Что никогда нельзя делать во время концерта? Как никогда нельзя провоцировать зрителя? Не знаю, я делал все. Все удобно в туре, не знаю, А что тут неудобно? Возьми ярких красок, Раскрась эти стены, На них целый мир, А за ними вся жизнь. Идешь без подсказок, Без долгого плена, Пришел бы, не знаешь, Наверху или низ. Опять красным светом Закрыта дорога, Но ждать ты не хочешь, Идешься вперед, А на середине Охватит тревога, Что вдруг не просточишь, И не повезет. Солнце ты где? Пусть осветит мне, Дай мне найти себя. Солнце ты где? Пусть осветит мне, Дай мне найти себя. Заброшенный город Упраченный пеней Из нескольких сон Выбираешь свое, Но все же надеешься, Будут ступеней, Дведи прошел бы, Придется еще. Возьми ярких красок, Раскрась эти стены, На них целый мир, А за ними вся жизнь. Идешь без подсказок, Без долгого плена, Пришел бы, не знаешь, Наверху или низ. Солнце ты где? Пусть осветит мне, Дай мне найти себя. Приза. Приза, это ветер. А тебе сколько лет? Семнадцать. Ну, неужели нет цели выйти на европейский рынок, Там или что-нибудь? Что же за глупость? Смотри на нас, Мы взрослые люди, Мы живем достойно, И удовольствуемся тем, Что у нас есть. Мы не играем в звезд, Это же упаси. Мы занимаемся чем, Уже как православные христиане? Не смиряемся, Чтобы поменьше пафоса, Побольше сердца и дела. Чувак, короче, Есть чему поучиться от него. Он в губь забирается, В душу он лечит. Мне кажется, Он глазами одними лечит. Но все равно пафос Это частью образа? Не знаю, что такое пафос. У нас нет пафоса никакого. Мы беспафосный коллектив. У нас нет понтов и нет пафоса. Ну, тебе же не хотелось бы Себя называть беспонтовым? Мне приятно себя называть беспонтовым, Потому что я не понтуюсь. Значит, я беспонтовый. Что тебя побуждает, например, Одевать футболку с его изображением? На самом деле у меня просто Другой футболки нет. Я честно скажу. По счету, он просто теплый светоросчик. Сильные в группе достаточно личности. Их много. Это лучше, чем он один. Именно вот сделать же внутренние там всякие расстройства всякие. Не с животом связаны, а с душой. Вот эти внутренние всякие вещи. Да, всегда, которые ходят все это. От каких-то оценок рок-авторитета зависите? Да вы знаете только в авторитетах. Ни в коем случае. Это было детство. Вот вы знаете... Насколько ты зависим от общественного мнения? Нет, любое мнение по барабану вообще. Что тебя может сбить с толка? Потеря себя и потеря Бога, и, как следствие, потеря себя. Ты бываешь в состоянии отчаяния? Боже упаси. Ибо в той вере, в которой я служу, великим грехом является уныние, ведущая к отчаянию. Уж чего же об отчаянии говорить? Это же страшнейший грех, потому что за отчаяние ведет суицид. А суицид это та дорога, которую показал нам вообще главный враг христианского человечества. Иуда из Искариота. Предатель, сволочь, гавану. Ты не боишься сейчас, хотя бы гипотетически, потерять часть аудитории просто из-за смены поколений? Наталья, если бы я занимался тем, что просчитывал свою публику, я бы уже давным-давно был бы Филиппом Киркоровым. Я очень уважаю этого певца, но я занимаюсь совершенно другим делом. Неизбежность, когда фанаты начинают очень много требовать от кумира, чтобы он был ближе, как ты реагируешь? Вот ситуация такая. Я никакой не кумир, мы единомышленники. Мы идем вместе по определенной дороге, дорогу прокладывает Алиса. Вот и все. Но все равно ты не можешь не согласиться, что ты держишь с ними определенную дистанцию и барьер. Нет, ну я, конечно, не пью ни с кем по подворотням. Просто мы, как бы, в силу уже возрастного, возрастной планки, как бы, не совпадаем чуть-чуть для того, чтобы в быту проводить время, как бы, равных. Но видит Бог, когда я был моложе, то есть все происходило именно так. С Майком я не, как бы, я не становился серьезным. Я чувствовал, что с Майком можно делать что угодно и можно ошибаться. Майк был абсолютной калькой западного человека. Человек, который всегда говорил на «вы». Причем говорил шутливо, но говорил манерно, как чуть-чуть носом, послушать и видеть. Он всегда говорил «вы». Вообще это не вызывало никаких вопросов, почему так. Он всегда, он кокетливо вот так, он любил галстуки. Вот я терпеть не могу в галстуке, он всегда был в галстуке, даже в рубашке в галстуке. Он шалился. Он шалил и играл в рок-звезду. Мама, мама, а мы поп-стар. Ну что, он такой, я звезда. Он играл в звезду. В шутку, все в шутку. Вот, например, «Все братья и сестры». Этот альбом очень смешно снимался. Мы одолжили Будду у художника Флалеева Андрюша. Вот этот Будда, вот он между Майком и Борисом. А поскольку у Майка очень большой нос, пришлось ему кепочку мою надеть. Вот эта кепочка, там на вешалке, вот она вошла в рок-н-ролльную историю, я потом в музей ее сдам. И она сразу же соединила Бориса с Майком. Вот. А на обратной стороне атрибуты были таковые. Боб Дилан в руках у Бориса, а у Майка Портвейн. Портвейн, Беломор, Боб Дилан и Будда объединились в альбоме «Все братья и сестры». Пишем рассказы, истории и сказки. И пишем конкретные литературные произведения, как это делал Гоголь, как это делал Лавкрафт, как это делал наш народ. Может быть, с детства знал свое предназначение в какой-то степени. Основная идея, в принципе, она есть. Это повлияло, конечно, на написание текстов, мне кажется, рассказы о ведьмах и мертвецах. Короче, всякие мистические персонажи. Вот, это больше всего интересовало. Меня интересовали такие места, как кладбище. Ну, я в этом видел какую-то определенную романтику. Не потому, что там, как говорится, все мертвые лежат, а потому, что я представлял, что... А вдруг они так встанут? То есть в этом кураж есть какой-то? Конечно, в этом есть. Ну, это немножко даже связано, знаешь, вот с этими деревенскими посиделками у костра. Когда темнота, летучие мыши, все такое, и все начинают друг другу страшные истории рассказывать. Мы делаем все, грубо говоря, для меня. То есть я простой человек, и то, что мне нравится, для тех, как я, мы все делаем. Такая тема. А остальное все, вопрос рекламы. Простые люди волосы в синь цвет не красят. А. Так вот. Слышал, наверное, в детстве пластинку, там бременские музыканты, когда там все песни, они идут по содержанию самой сказки. Вот это нам нравится очень сильно. Год Андрюха сочинял, сочинял ее, вы придумали, наконец, песню. То есть, в принципе, ну, рассчитал ты эту телегу, как написать рассказ и песню воедино. Чтобы это был конкретный рассказ, от начала до конца. Я знаю, что в тот момент все начинают, все представляют, что это действительно реально. Вот. Ну, как говорится, люди погружаются в какую-то сказку. Возвращаясь домой, парень шел по тропе, на долиной болот. Залезала луна и услышал ключей, на крыльталеке. И пошел по тропе, где выключил педаль. И подержать меня, он аккуратно стукал, его коварно оцел. Себя пытался, чтобы не далеко от себя. Он старика уютал. Над имиджем как-то думал, каким ты хочешь казаться, каким ты хочешь выглядеть на сцене? Ну, как... Конечно, думал. И в зеркало смотрелся. Не без этого, естественно. Но, как мне казалось, хотелось быть демоном, ты понимаешь, да? А с годами как-то все это произошло, скажем так, что ли, шута? Какого-то придурка. В общем, герой, обладающий отрицательной внешностью. Я был проводом, значит, не денежка моя. Не допущу, что ты богаче, чем я сейчас. Доплюсь тебе в борту и начну на дону. Я прибью тебя, добью, и все деньги заберу. Наши песни, они нужны. Нужны человеку. И... Что бы он на это ответил Гоголь? Ради чего он это все сочиняет? Зачем он пишет рассказы и истории? Ну, что бы он мог сказать на это? Потому что ему так надо. Ко мне постоянно подходят всякие люди, ну, поклонники, там, будем так говорить, вот, которые хотя бы учатся в школах, вот, и говорят, что вот мы как бы рисуем картинки по сюжетам ваших песен. Мы тоже пишем стихи. Вот это, кстати, это очень здорово развивается. Рисуют картинки по нашим сюжетам. У нас была идея разрисовывать, ну, у нас не было тогда в чем выступать, вот, и мы делали рубашки и разрисовывали их. Сейчас эта культура передается по многим людям, которые, как бы, слушают нас и любят. Гордость, это же, в принципе, часть, часть идеи, мне кажется, это... без нее как-то идея не может существовать, правильно? Я горжусь за свою идею. За идею горжусь. Моё солнце горит на стыке ветром, граница семи холмов, моё небо дождём опрокинули в ночь тени пяти углов. Костя, у меня, ну, скажем, тогда был чертовски интересен, но сейчас... Ну, сейчас уже успех, там, слава, это я звезда, нормально, но тогда-то основное это то, как он добивался того, чем он стал сейчас. Это динамик экспрессии, это жизнь, нормально. Сейчас-то куда дальше идти, он так уже наверху. Динамик экспрессии, это жизнь, это жизнь, это жизнь. Динамик экспрессии, это жизнь, это жизнь, это жизнь, это жизнь. Особенности питерского концерта? Ну, это родное всё. Питер, Питер родной город, родной дом. Поэтому здесь всё происходит очень по-тёплому, душевно, с пониманием. Есть какая-то большая доля ответственности в Питере? Ну, хочется дать так, чтобы это всё осталось. В любом другом городе хочется так же дать. Вот, чтобы всё осталось на какое-то время, на долгое, хотелось бы, в памяти. Как ты относишься к тому, что концерты в Питере очень драматургичны? Это шоу? Ну, как, мы стараемся просто, я не знаю. В других же городах не всегда так получается? Чтобы все знали на концерте, что нужно делать там, от каждую песню, допустим. Ну, лиха беда началась, с нами ездит костяк такой основной армии Алис по всем городам и весям. И их задача, как бы, обучать регионы манере поведения, которая абсолютно выработана годами, входит в ритуал нашего движения. Ну, я надеюсь, что со временем и во всех других городах будут придерживаться этого ритуала. От чего зависит качество концерта? Вот бы знать. Если бы я знал, было бы качество вообще на большой крыше всегда. Когда ты удовлетворённо выходишь со сцены? Практически после каждого концерта, независимо от того, хороший звук или плохой, хороший свет или плохой. Сегодня был звук изумительный. Это редко, когда так бывает. Но ловлю себя на том, чем хуже звук, тем больше рвёшься. Чем звук лучше, тем более комфортно и плавно проводишь концерт. Каким ты любишь быть на сцене? Самим собой я всегда остаюсь самим собой. Да, это я, только, может быть, в худшем виде на сцене, ибо тряпки у меня очень рваные. Но так я всё-таки хожу в более приличных вещах. Как ты настраиваешься на концерт? Лежу на спине, и всё. А тормозной путь после концерта как преодолеваешь? Вот, вот так. Чуть-чуть алкоголя, и всё нормально. Перед сценой никогда? Не, ну, бывают моменты, когда спохмели. А, в принципе, стараюсь быть трезвым на концерте. Откуда подпитка к уверенности? Вот, вот бы знать, Наталья. Вот бы знать. Это значит, что врусый человек со своим мировоззрением, который могут принимать тогда, эти люди становятся единомышленники, а могут не принимать, тогда они идут стороной. Вот и всё. Как я уже говорила, в этот город я приехала не случайно. Во-первых, я хотела посмотреть питерский концерт группы Алиса, который, по словам очевидцев, происходит более оголтелой, и сам именно в этом городе является ритуалом. А во-вторых, я хотела заглянуть в глаза.